Привет! Сегодня мы подготовили для тебя кучу невероятных видосов. Ты увидишь, как люди играют в гигантский настольный футбол и даже исполняют произведения Моцарта на флейтах из морковки. А хочешь узнать, каково это прокатиться на таком странном лифте? Тогда скорее смотри ролик! Тебя ждет куча удивительных фактов и открытий. Поехали! Океанский друг Мы где-то слышали, что для полного счастья человеку нужно обниматься не меньше восьми раз в день. Что ж, кажется, животным тоже. По крайней мере, этому детенышу морского льва явно не хватает объятий. Просто посмотри, с какой радостью он запрыгнул в лодку к незнакомцам и принялся отереться о ногу одного из пассажиров. Так этот очаровашка провел целый час, не отходя от своего нового приятеля ни на шаг. Ну, его можно понять. В Тихом океане температура явно похолоднее будет. А коты, кажется, везде одинаковые. Неважно, обитают они в море или в саванне. Космический синтезатор Иногда музыка способна вскружить человеку голову. Причем в данном случае в самом прямом смысле этого слова. Перед тобой первое в мире круговое пианино. Выглядит эффектно, правда? Не зря его создатель Брокет Парсонс много лет сотрудничал с эпатажной певицей Леди Гагой. Такой инструмент не только выглядит круто и уж точно станет изюминкой любого выступления или клипа. На нем еще и в три раза больше клавиш, чем на обычном синтезаторе. А это значит, что можно играть две совершенно разные партии одновременно. Если, конечно, у тебя все-таки не закружится голова и хватит рук. Лакшери район Увидеть гаражи с крутыми тачками можно далеко не на каждой улице обычного города. А как тебе такое? Гаражи с личными самолетами. Ага, и такое бывает. Неподалеку от калифорнийского города Сакраменто, например, есть целый район, где у каждого дома можно увидеть как минимум один джет. Думаешь, тут живут поп-звезды вроде Билли Айлиш или Бьонси? Неа. Просто здесь располагается небольшой аэропорт, поэтому в местечке поселилось большое количество пилотов. И представь себе, на работу и по делам большинство из них летает на самолете. Интересно, а может ли в этом городе поселиться простой смертный? Неплохо было бы иметь таких соседей, согласись. Зашел на чай, а заодно сгонял на пикник куда-нибудь на остров. Ладно, что-то мы замечтались. Полная защита Нет, это не аксессуар из новой коллекции Баленсиаги. Перед тобой специальная насадка на нос, которая фильтрует воздух от вирусов, аллергенов и токсических веществ. Правда, для того, чтобы эта штука действительно работала, ее нужно совмещать с обычной медицинской маской. Так что, если хочешь быть неуязвимым терминатором, придется выглядеть немного странно. Гиперреалистичные десерты Что ты больше любишь, сладкое или соленое? С другой стороны, зачем выбирать, если можно совместить? Например, съесть торт в виде суши сета. Ага, такие существуют. Их делает кондитер-самоучка из Гонконга. Девушка по имени Элисон способна приготовить вкуснейший десерт в форме чего угодно. Сумочки Шанель, цветочного горшка, кроссовка, фотокамеры Канон, карт Уна или губки для мытья посуды. Последняя, кстати, отлично подойдет для пранка над друзьями. Просто представьте себе их лица, если ты прямо на их глазах возьмешь эту штуковину с раковины и начнешь с аппетитом ее жевать. Странная игра Игроки в кикер и настоящий футбол — это, как правило, не одни и те же люди. Все-таки одно дело больше часа гонять по полю, а совсем другое — всю игру стоять на одном месте и крутить ручки. Но что мешает совместить эти две дисциплины? Да, логики в этом мало, но эти энтузиасты из Мичигана все же попробовали. Назвать такое соревнование зрелищным язык не повернется. Большую часть времени игроки просто пытаются разобраться, куда попал мяч. Но главное, чтобы им нравилось. Музыка из супермаркета А вам в детстве мама тоже говорила «Не играй с едой». Возможно, она бы изменила свое мнение, увидев этих ребят. Знакомься, это оркестр из Вены. И вот уже 20 лет его участники играют на обычных овощах. Ну как обычных. Каждый инструмент изготавливают прямо за пару часов до выступления, чтобы он точно свежо звучал. Из морковок делают блок флейты, из цукини трубы, из баклажанов трещотки, а из тыквы барабаны. И звучит это совсем не так плохо, как кажется. Некоторым современным исполнителям вполне можно было бы взять пример. Кстати, похожий оркестр есть и в Лондоне. Он тоже собирает огромные залы изумленных зрителей по всему миру. Просто послушай, как звонко звучит эта флейта из морковки. И не говори, что ты сейчас не побежал к холодильнику искать этот овощ. В Исландии на овощах тоже играют. Правда, немного хуже. Это произведение Моцарта в исполнении оркестра вполне могло бы стать новым трендом в ТикТоке, как было со знаменитым хитом Селин Дион из Титаника. Секрет баланса Поднимите руки те, кто постоянно пытается опереть телефон на первый попавшийся предмет и вечно его роняет. Ого, а вас много? Что ж, этому мастеру такие проблемы не знакомы. Он может соединить друг с другом кучу предметов, вроде плоскогубцев, гаечных ключей, бутылок, а потом заставить их буквально висеть в воздухе. Скептики скажут, секрет в суперклее или монтаже. Да нет, просто этот гений достиг совершенства в поиске баланса. Сам посмотри, как разваливается конструкция, если добавить в нее даже пару лишних граммов. Бам! И даже не спрашивай, сколько лет у мастера ушло на тренировки. Мы сами боимся представлять. Адреналиновая поездка Ищешь экстремальных ощущений? Иногда для этого достаточно просто прокатиться на лифте. Но мы, конечно, не про любой лифт, это оставим клаустрофобам. А про эту машину смерти. Называется такая конструкция лифтом непрерывного действия. И да, он просто никогда не останавливается. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Ну а если без шуток, то езда на таком подъемнике реально опасна. Даже несмотря на то, что движется он достаточно медленно. Одно неправильное движение, и можно здорово грохнуться. К тому же внутри есть опасный подвижный механизм. Даже не по себе стало. Как хорошо, что сегодня такие больше не делают. А если делают, то куда более современные. Как в здании университета Шеффилда. Мозаика из кубиков Каждый, кто хотя бы раз собирал кубик Рубика, наверняка нереально гордился своим достижением. Признавайся, было такое? Прости, друг, но теперь это покажется тебе настоящим пустяком. Соревноваться с этим парнем по искусству сборки кубика Рубика все равно, что пытаться преодолеть спринт на перегонке с гепардом. Джованни не просто собирает эту головоломку за пару секунд. Он создает из тысяч кубиков целые портреты. Вот, например, Бэт Хармон из сериала «Ход королевы» или подружка Джокера «Безумная Харли Квинн». Ну что, ты уже поднял челюсть с пола? Для того, чтобы проверить развитость вестибулярного аппарата, врачи нередко просят попрыгать на одной ноге. А если у тебя когда-либо были с этим сложности, то посмотри на этих ребят и постарайся, чтобы не укачало. Мы уж не знаем, к чему они так усердно готовятся. Может, это профессиональные конькобежцы или лыжники? Настоящая романтика В туристическом Дубае есть достопримечательность, которая многозначительно называется «Озером любви». Вот только на первый взгляд ничего романтичного здесь нет. Обычные камыши, обычная вода. Все меняется, если взглянуть на это место с вертолета или дрона. И если ты уже хотел воскликнуть «Вот это чудо природы!», то спешим тебя огорчить. Конечно же, озеро искусственное. Оно вообще расположено посреди пустыни. Вы о чем? Перемещение лунок Игра в гольф – это любимое развлечение миллионеров. Неудивительно, ведь стоит это удовольствие неприлично дорого. И вот почему. Ухаживать за полем нереально сложно. Ты, например, знал, что лунки на газоне постоянно меняют местоположение? Да-да, именно меняют. Ведь просто выкопать новую и забыть про старую не получится. Тогда через пару лет поле превратится в ад для трипофоба. Поэтому сотрудники гольф-клубов берут шляпки с новых лунок, накрывают ими старые и маскируют заплатку специальными средствами. Уверен, и ты даже не заметил подвоха. Космический спиннер Как тело человека ведет себя в невесомости, мы уже знаем. А вот что будет, если отправить в космос, ну, например, спиннер? Все просто. Он будет крутиться сам по себе. Ладно, согласна, это было предсказуемо. А если мы скажем тебе, что с этой штуковиной в руке астронавт может сам превратиться в спиннер? Жаль, что в школе физику преподают совсем на других примерах. Так было бы куда интереснее. Мода не для всех Вот многие говорят, что все модные тренды просто в какой-то момент возвращаются, и придумать что-то новое уже невозможно. Один норвежский дизайнер точно бы с этим поспорил. Ему для создания собственной коллекции понадобилось всего-то огромные воздушные шары разных цветов. Ну и модели, которые шагали по подиуму прямо внутри этих шаров. Правда, в какой-то момент дефиле сферы превращаются в необычные платья или юбки. Уж не знаем, куда их можно надеть, но, наверное, на тематическую вечеринку об инопланетянах вполне подойдет. Паук-рыболов А сейчас просим арахнофобов отойти от экранов. Если раньше свою фобию можно было успокоить тем, что пауки не всемогущие, то теперь это будет не так просто. Дело в том, что дружище на этом видео совсем не похож на своих родственников. Он не просто не боится воды, а умеет по ней бегать и даже нырять. Под водой этот хищник дышит с помощью воздушного пузыря, который образуется у него под брюшком. Так что мелким рыбам не остается ни единого шанса. Как и нашей психике после просмотра этих кадров. Оригинальное тату Хочешь себе татуировку, но ужасно боишься боли от тату-машинки? Выход есть. Поезжай в Новую Зеландию и отыщи там растение под названием циотея серебристая. Прикладываешь к нужной части тела, от души бьешь по этому месту и... Вуаля! Татуировка готова. Все благодаря особым спорам, которые находятся на листьях. Правда, немного неприятных ощущений все-таки придется испытать. Да и картинка будет временной. Так что, возможно, и логичнее заказать себе набор переводилок на Алиэкспрессе. Нарисованный аквариум Представь себе такую ситуацию. Рисунки разных детей вдруг ожили и превратились в одушевленных существ. Звучит не очень, правда? Скорее всего, это был бы весьма криповый мир. Но если речь об очаровательных рыбках, то выглядит он очень даже мило. Вот какой интерактивный океанаиум придумали в Японии. Дети рисуют свое животное, а оно тут же появляется на экране и начинает рассекать по искусственным глубинам. Интересно, а Дори и Немо здесь тоже есть? Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!